Генеральный партнер программы «Новости» – производственное предприятие «Меркурий-2». Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры во второй очереди строящегося жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир, развитая инфраструктура, близость к морю. Срок сдачи – четвертый квартал 2013 года. Телефоны – 48333 и 48300. Партнер программы «Новости» – клуб танцевального спорта «Лунапарк». Эфир канала РЕН-ТВ продолжает новости Анапы-регион. В студии Ирина Меркурьева. Здравствуйте. Смотрите сегодня в выпуске. Пляжи Анапы в удовлетворительном состоянии, по оценке специалистов. Очередь в детские садики Анапы стремительно сокращается. Об этих и других событиях расскажем прямо сейчас. Санитарное состояние пляжей и торговля в городе-курорте. На очередном планерном совещании Сергей Сергеев и заместители мэра поручили начальникам городских управлений держать ситуацию под контролем. Какие еще темы обсудили на планерке, расскажет Наталья Пухальская. Подготовка к международному рок-фестивалю Кубана продолжается. Контролировать порядок в станице Благовещенской будут 140 сотрудников системы МВД. Полицейских поселят в Анапе. За неделю сотрудники полиции проверили законность пребывания в России и в Анапе, в частности, 128 иностранных граждан. 52 человека привлекли к административной ответственности. Один гость вынужден покинуть страну без права возвращения в течение пяти лет. Штрафы выписывают иностранцам и российским гражданам, нарушающим правила приема размещения иностранных гостей. О процессе отчитался заместитель мэра Анапы Сергей Козлов. Ведется учет. Если не исполняется, наш штраф не взимается, не пребывает на административную комиссию, или в течение месяца не оплачивается штраф, документ подается, материал подается судебным приставам. Судебный пристав на основании нашего материала взыскивается исполнителем уже 10 лет. На крупный штраф 800 тысяч рублей попал анапчанин, предоставив иностранцу без регистрации и разрешения на работу торговое место для индивидуального предпринимательства. Внеплановые и по плану профилактические проверки прошли в Анапе на Пионерском проспекте, на хуторе Воскресенский и в Джигинке. Практика таких проверок продолжится. На 71 миллион вырастет бюджет города благодаря взысканиям межведомственной комиссии, пока должники пополнили казну лишь наполовину. Первый вице-мэр Анапы Светлана Яровая предупредила, с законами шутить опасно и невыгодно. И предложила квалифицированную правовую помощь представителям бюджетных учреждений. Отметила слабые стороны в организации работы некоторых подразделений. Самое отвратительное исполнение насчет доложития контроля, к сожалению, на сегодняшний день у нас, я могу о своих службах говорить, в управлении архитектурой. Разберитесь, распределите внутри структуры, кто за что и в каких день отвечает. Заместитель мэра Анапы Юрий Поляков запланировал на неделю привычную работу – контроль за состоянием пляжей, торговлей, санитарным состоянием города. Провести мониторинг пляжей общего пользования на предмет торговли на пляжах пивом, алкогольными напитками. Это то, мы были с вами в пятницу на двух пляжах, мы видели, что происходит. Поэтому в течение двух дней, сегодня-завтра, мониторьте, пожалуйста, пляжи общего пользования и информацию доложите. О завершении уборки урожая доложил Михаил Баюр. 9 августа 80 анапчан представят Анапу на традиционном празднике в Краснодаре. Задача заместителя мэра – контролировать цены и качество сельхозпродукции на ярмарках-привозах. С прошедшим на выходных профессиональным праздником военных моряков и ветеранов службы поздравил мэр Анапы Сергей Сергеев. Есть в военно-маштопом флоте свои традиции, в которых нет высокоплотных людей, так можно назвать. И я хочу вам сказать, что на сегодняшний день военно-морской флот – это предмет нашей гордости и любви. Военнослужащие, военные моряки – это предмет, даже если хотите зависти. За добросовестный труд и активную работу в военно-патриотическом воспитании вручил военным морякам и ветеранам почетные грамоты. Наталья Пухальская, Андрей Стародубцев, Анапа. Регион. Проблема последних лет – очередь в детские садики сдвинулась с места. Мэр Анапы Сергей Сергеев решает этот сложный вопрос комплексно. Капитальный ремонт зданий, пристройки и строительство новых детских садов уже в этом году дадут новые места для дошколят. В этом году администрация города-курорта планирует ввести 627 новых мест в детских садах, в городе и сельских округах. Тему детства подробно рассмотрела Светлана Авилова. В этом году в дошкольных учреждениях Анапы небывалыми темпами появляются дополнительные места. В действующих детсадах переоборудуются различные комнаты и кабинеты. Работы ведутся на условиях софинансирования из краевого и местного бюджетов. Детский сад «Билочка» на хуторе Просторном получил на реконструкцию 2,5 миллиона рублей. Садик расширит на 20 стационарных мест и 15 отведено для кратковременного пребывания детишек. Увеличивая места, говорит заместитель мэра Анапы Людмила Гузенко, ведется и ремонт всего детского сада. Хуторской садик не ремонтировали 20 лет. Надлежащий вид приводит и пищеблок. Старое здание полностью пришлось переоборудовать. Обновленный детский сад распахнет свои двери для хуторских ребятишек 1 сентября. Виктор Фоменко ответственен за реконструкцию трех детских садов. Муниципалитет Анапы выбрал именно его, поскольку к данному делу относятся добросовестно, как говорится, по-хозяйски. Следующий садик «Елочка» – поселка Виноградного. Дети постарше прибывают на первом этаже, а на втором появилось 20 дополнительных мест для малышей, возраст которых 3-4 года. Как работаешь? Все было проведено в срок, мы закончили даже раньше. Подрядчик шел к нам на все уступки. Порадовала аккуратностью выполненных работ и санкомната. Даже унитазы подобраны с учетом пола ребенка. Для мальчиков голубые, для девочек розовые. Группа полностью готова. Осталось только установить мебель. Надо бы благодарить губернатора Красноярского края, который принял беспрецедентную программу, выделяя такие большие средства. И, конечно, главе муниципального образования, Сергей Павлович, поставил сегодня эту задачу, что вопросы увеличения мест детских дошкольных учреждений и одновременно снижения очевидности являются для нас приоритетными. Территория детсада большая, поэтому управление образования планирует со временем построить во дворе еще одно здание. Сейчас этой темой занимаются специалисты архитектуры Анапы. Я думаю, это очень темно. Нет, это не берем мы. Я думаю, вот этот самый хороший для линолеума. В принципе, вот этот вот подходит для линолеума. Линолеум подбирает группам 24-го детского сада села Джигинка. Ведь он должен быть качественным и не затемнять помещение. Новое дошкольное учреждение позволило полностью закрыть в Джигинке очередь в детские сады. Новый садик создаст 55 рабочих мест, а значит, на территории сельского округа появится еще одно бюджетообразующее предприятие. Также Людмила Гузенко отметила, муниципалитетам в следующем году было запланировано приступить к строительству детсада на хуторе Красный Курган. Но, учитывая дополнительное финансирование, выделенное краевой властью, администрация Анапы готова приступить к его строительству с первых чисел августа. На капитальные ремонты всех запланированных в этом году детсадов выделена беспрецедентная сумма. Мы работаем по программе развития дошкольного образования и в общей сложности в этом году на эти цели у нас уходит где-то около 148 миллионов рублей. Такого огромного вливания в детские дошкольные учреждения, ну я не знаю, даже не было, пожалуй, в советские времена. Работы ведутся как на селе, так и в городе. Реконструкция детского сада «Ракета» началась 3 июля. За три недели строители завершили полностью ремонт крыши. И сегодня уже у нас новая кровля. Прошедшие дожди нам показали, что она надежная. Везде новые окна. Предыдущие настолько пришли в негодность, что их невозможно было открыть, чтобы проветрить помещение. Сейчас ведется предчистовая отделка спальных комнат. По словам заведующей детсадом Татьяны Камневой, в процессе ремонта выяснилось, необходима установка пожарной сигнализации, проведение электричества и замена отопления. Смету изменили и согласовали с администрацией города. Муниципалитет Анапы выделил еще дополнительные средства. Садик рассчитан на 170 мест. Большие перемены и в детсаду «Виктория», расположенном в третьем А микрорайоне. Заведующая детсадом Татьяна Громыко приняла решение переоборудовать подвал под прачечную. И не ошиблась, помещение получилось большим и просторным. Есть где установить и несколько стиральных машин, и пару ванн для замачивания белья. Отдельное место отведено для чистого белья, которое будут складывать вот на эти полки. Три остальных комнаты – складские помещения. С пользой можно использовать и мансарду, говорит Татьяна Владимировна. Раньше здесь был солярий. Дети лежа на койках, принимали солнечные ванны. Но из-за сквозняков процедуры пришлось отменить. Зато сейчас все можно пустить в дело. Получится группа на 37 человек для детишек кратковременного пребывания. Ребята в отведенные часы будут играть со сверстниками и получать необходимые знания по подготовке к школе. Администрация Анапы уверена, шагая такими темпами, за 2-3 года дошкольное образование на курорте станет гораздо доступнее. Светлана Авилова, Роман Карпов, Анапа-регион. В каждом отдаленном населенном пункте должен быть кабинет врача общей практики. Такую задачу поставил мэр Анапы Сергей Сергеев. В хуторе просторной здания ФАПа устарело морально и по требованиям медицинского оснащения. Решали вопрос о сносе здания. Управлению здравоохранения удалось отстоять здание и найти средства на капитальный ремонт. По завершению ремонта кабинет врача общей практики можно будет назвать образцово-показательным. Ремонтная бригада провела полную реконструкцию здания. По периметру укрепили фундамент, сделали арматурный пояс. Теперь хуторское медучреждение крепкое и сейсмоустойчивое. Белизной кафели сияют стены, отремонтирован пол, установлены современные окна. Площадь помещения разделена на три части. Кабинет приема врача, процедурная и зал ожидания. Задачу, которую поставил перед нами Сергей Павлович Сергеев, когда был здесь открыть именно в просторном офисе врача общей практики, будет в ближайшие дни выполнено. Работу планируют завершить к середине августа. Реконструкция фельдшерско-акушерских пунктов намечена и в других уголках Анапского района. Кабинеты врача общей практики помогут разгрузить сельские амбулатории и в экстренных случаях оказывать медицинскую помощь на месте обращения. Федеральная сеть оконных компаний «Экопласт» продлевает акцию еще на три дня. При покупке одного окна, второе в подарок. Поспешите воспользоваться выгодным предложением и переостеклить всю квартиру за половину стоимости. Профиль немецкого производства. Качество подтверждено документально. Три контура уплотнения, тройной стеклопакет с функцией энергосбережения и ширина 82 мм. Такое окно представлено, пожалуй, только в компании «Экопласт». И только до 1 августа при покупке одного окна, второе в подарок. Уважаемые клиенты, поторопитесь, у вас осталось всего три дня для того, чтобы воспользоваться уникальной акцией «Второе окно в подарок». Даже если вы вызовете специалиста сейчас и назначите встречу с ним в августе, условия останутся в силе. Не упустите уникальную возможность переостеклить всю квартиру или дом за половину стоимости. Предложение уникальное и идеальное для тех, кому необходимо заменить сразу несколько окон. В этом случае в подарок будет каждое второе окно. Предложение распространяется при заказе как за наличный, так и за безналичный расчет. Подробную информацию узнаете у специалистов в офисе компании на улице Лермонтова, 116 В. На сегодня это все новости. В завершении выпуска прогноз погоды на завтра. Прогноз выходит при поддержке наших партнеров. Салон магазина изделий из камней самоцветов «Тайны Медной горы» и торгового центра «Алиса». Всегда удачный шоппинг в центре города. У каждого из нас свои желания. Кто-то любит шоппинг. Кто-то не любит шоппинг. Кто-то любит играть. А кто-то любит себя. Торговый центр «Алиса» Исполняет ваши желания. Наш мир наполнен неизвестными и неразгаданными тайнами, которые манят как магнит. Особенно много тайн хранят в себе благородные камни. Магазин «Тайны Медной горы» приглашает приоткрыть этот секрет. Большой выбор изделий из натуральных камней, украшений из серебра, авторские изделия. Салон-магазин «Тайны Медной горы» подарит вам ощущение волшебства, таинственности и чарующей сказки. Приглашаем вас по адресу улица Крымская, 114. Во вторник, 30 июля, в Анапе малооблачно. Возможен небольшой дождь и гроза. Температура воздуха днем плюс 24-26 градусов. Ветер северо-западный 4 метра в секунду. Атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба. Температура воды у берегов Анапы плюс 24. Далее блок полезной информации от партнеров программы производственного предприятия «Меркурий-2» и клуба танцевального спорта «Лунопарк». Эти и другие новости вы можете найти на нашем сайте. А я с вами прощаюсь. Всего доброго и до свидания. Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры во второй очереди строящегося жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир. Развитая инфраструктура. Близость к морю. Срок сдачи 4 квартал 2013 года. Телефоны 48333 и 48300. Они стали легендой. Девятикратные чемпионы мира. Клуб танцевального спорта «Лунопарк». Стань одним из нас. Стань чемпионом. Стань чемпионом.